Сборник номер 9 Грелись у костра до наступления темноты. Затем наш взвод отправили в окопы переднего края. Там целые сутки в боевом охранении находился второй взвод, и мы его сменили. Разместились в снежных окопах. Как же холодно лежать в снегу. Всю ночь приседать, заниматься бегом на месте не хватало сил. Лежать же без движения и того хуже. Можно и ноги обморозить. Гаврилка спросил разрешение у командира отделения, пошел в лес и принес охапку еловых веток. Мы расстелили их в окопе, но теплее не стало. Было мягче и только. Утром нас сменил третий взвод. А мы вернулись в свой шалаш и, окружив костер, коптили так уже закоптелы до черноты грязные и неизвестно когда мытые руки. Командир взвода, обращаясь ко мне и Гаврилку, сказал. Отдыхайте, набирайте сил. Ночью на разведку пойдете. В первые дни пребывания на фронте из рот не брали бойцов в разведку. Ночные вылазки делали разведчики. Но за месяц боев отделение разведки сильно поредело. И теперь каждую ночь в разведку ходили 2-3 бойца, которых выделяли из рот. Пришел и наш с Гаврилком черед. В полночь мы направились к переднему краю. Нас было трое. Командир взвода, Гаврилка и я. Пулеметы диски мы передали старшине. А нам он выдал автоматы и по две гранаты. Шли густым мелколесием. Таким густым, что с трудом продирались. Ветки низкорослых деревьев цеплялись за стволы автоматов. За белым из халаты упирались в шею и голову. Да еще и снег был по коленам. Не шли, а мучились. Наконец лесок остался позади. А впереди показалась железнодорожная насыпь. Немцы от нас в 300 метрах за насыпью, сказал взводный. Поэтому максимум осторожности. Разговаривать только шепотом. Без команды не стрелять. Взбираемся на насыпь. Она крутая, засыпана снегом. Впереди командир взвода. Он оставляет глубокие следы. Я, ступая по ним, поднимаюсь на насыпь. За мной Гаврилка. Залегли на насыпи около железнодорожного полотна. И стали вести наблюдение. Слева от нас, метрах в 500, взвилась небо осветительная ракета. Вырвав из кромешной тьмы лес. И опять стало темным темно. Пролежали минут пять. Снова в том же месте взвелась ракета. Застрочил пулемет. Младший лейтенант приказал мне вести наблюдение. А сам с Гаврилком пополз назад за насыпь. Взводный достал карту. И, пересвитив фонаря, замаскированное Гаврилком, нанес на нее пулеметную точку врага. Снова лежим втроем. Справа, примерно в двух километрах от нас, появилась одна за другой вспышки огня. И над нашими головами со свистом пролетели снаряды. Через несколько минут все повторилось. Потом наступила тишина. Только периодически взлетала в небо ракета, да где-то далеко справа слышались одиночные винтовочные выстрелы. Командир взвода нанес обнаруженную цель на карту. Лежим, прислушиваемся. Слева от меня Гаврилка, справа Андрюхин. Я слышу их дыхание. Вот уже и ракеты не взлетают. Видно, фашист Азиапи полез землянку греться. Тишина от непривычки режет уши. Так мы пролежали, наверное, часа полтора или два. Немцы безмолвствовали. Но вот справа, метрах семистах от нас вспыхнула ракета. Она еще и верхней точки своего полета не достигла, как застрочил пулемет. Вот тебе и тишина, прошептал младший лейтенант. До утра пролежим, так целую дюжину огневых точек обнаружен. И снова пополз за нас, а за ним и Гаврилка, чтобы сделать еще одну пометку на карте. Мы пролежали всего часа четыре. Раз шесть или семь Андрюхин наносил цели на своей карте. Уже было собрались идти назад, как вдруг Гаврилка, обращаясь к взводному, прошептал. Слышите, товарищ младший лейтенант, шорох какой-то. Действительно, впереди нас захрустел снег. Кто-то шел. Пусть поближе подойдут, узнаем, кто они, приказал взводный. На всякий случай приготовьте гранаты. Вот уже видны силуэты. Их четверо. Идут молча. Не доходя несколько метров до насыпи, остановились. О чем-то заговорили. Это немцы, бросайте гранаты, приказал Андрюхин. Гитлеровцы были почти у основания насыпи, а мы сверху. Расстояние между нами примерно полтора десятка шагов. Встав на колени, я бросил гранату. В то же мгновение полетела и граната Гаврилка. Мы быстро упали в снег и услышали два почти одновременно раздавшихся взрыва. Все, капут гитлериакам, полголоса сказал Гаврилка. Я спущусь к ним, заберу оружие и документы. Не спеши, остановил его командир взвода. А вдруг среди них есть кто-то живой? Подождем немного. И только он-то сказал, как прямо перед нами метрах в трехстах ударил пулемет. Немцы стреляли наугад. И трассирующие пули огненным пунктиром летели и летели, вонзаясь в полотно железной дороги. Притаился фашист поганый, в сердцах прошептал командир взвода. Не кинем и гранату не обнаружили бы его. А так еще одну пулеметную точку засекли. Прошло, наверное, четверть часа, и мы услышали стон. Пулемет, находившийся напротив нас, перестал стрелять, но открыл огонь пулемет слева. Правда, он был далеко, и огненные трассы уходили в сторону. Теперь, пожалуй, можно и спуститься вниз. Только вдвоем, распорядился Андрюхин. Я и Гаврилка, присев на корточки и притормаживая руками, быстро скатились к подножию насыпи. Ощупали лица гитлеровцев. Трое фашиста были холодные. А четвертый живой продолжал стонать. Среди убитых было два солдата и один офицер. Я и Гаврилка в поисках документов обшарили карманы немцев. Но ничего, кроме зажигалок, не обнаружили. Все ясно, шли в разведку. С убитого офицера я снял полевую сумку, забрал автоматы и карманные фонарики. Андрюхин в полголоса приказал. Раненого тащите наверх, понесем в роту. Несли мы фашиста тем же молодым леском. Было очень тяжело. Однако наше мытарство с гитлеровцем продлились недолго. Вскоре он перестал стонать, обмяк и затих. Жаль было, конечно, что лишились языка, но что поделаешь? В полевую сумку убитого немецкого офицера сдали в штаб батальона. Как рассказал нам потом Андрюхин, на карте были нанесены наши пулеметные точки. Наша рота заняла исходное положение. Первый взвод залег в лощине. Отсюда был плохо виден передний край противника. И Чоклин приказал Андрюхину остаться за него. А сам пополз вперед, к небольшому бугорку. Примерно метров сто отполз от нас лейтенант, и тут гитлеровцы усилили огонь. Командир роты выронил из рук бинокль. Сомнений не было, ранен. Мы увидели, как тотчас же к нему пополз старшина Карабеков. Надежный товарищ, смелый, находчивый, он служил прежде в кавалерии. Был ранен, после госпиталя попал в пехоту. Пока старшина полз лощиной, он был неуязвим. Но как только Карабеков подполз к командиру роты, пуля достала его. Гитлеровцы заметили раненых и держали их под постоянным пулеметным огнем. Как же помочь товарищам? Эта мысль завладела всеми, и выход был найден. Невдалеке мы обнаружили пушку-сорокопятку, расчет которой погиб. Чуть в стороне лежали ящики со снарядами. И вот командир взвода Андрюхин и второй номер пулеметного расчета Шевченко стали артиллеристами. Вдвоем они сделали больше десяти выстрелов. Когда вражеский пулемет замолчал, Шевченко и Кузнецов подобрались к раненым. Гаврилка осторожно взял за спину Чуклина и, широко ступая по улежавшемуся насту, пошел назад. Кузнецов забрал Карабекова. Вот как важно на войне быть универсальным бойцом. Именно таким был наш взводный. Он прошел ускоренный курс обучения в пехотном училище. До войны по краткосрочному призыву каждый год 2-3 месяца бывал на летних армейских сборах. И рассказывал нам, что на учениях ему приходилось стрелять из пушки в приближенной к боевым обстановке. То без прицела, то одному без орудийного расчета. И в этот раз пушка была исправна, но без прицела. Андрюхин наводил ее на цель через ствол. Это он, наш командир завода. Его замечательные бойцовские качества спасли жизнь раненому командиру роты Чуклину и старшине Карабекову. Ранения у них оказались тяжелыми. Лейтенанту Чуклину в левое плечо вонзилось три пули. Старшине Карабекову пули попало в голову. Их отправили в госпиталь. Командиром роты стал заместитель Чуклина лейтенанта Лешичев. Как только два наших пулемета открыли огонь, лыжники двинулись вперед. Шли они быстро, стреляли на ходу. Сначала гитлеровцы пытались было отстреливаться, но вскоре дрогнули и побежали. Нас отвели в деревню. Вернулись в деревню и лыжники. Наш взвод разместился в том же крайнем домике. Возбужденный успешным отражением атаки, бойцы оживленно обсуждали детали боя. Лешичев распорядился перевести Шевченко пулеметчиком во второй взвод, где погиб пулеметчик, а второй номер был тяжело ранен. Увидев, что мне жаль с ним расставаться, командир роты сказал. «Не грусти, Браченко. Знаю, что он твой друг, односельчанин. Но дело требует». Вторым номером мне дали Олега Соловенчука, моего бывшего второго номера, который был ранен в первом бою и только что прибыл из госпиталя. Поправился Олежка, а креп. «Что ж, начнем, пожалуй», – сказал он, осматривая пустые диски, набивая их патронами. Малость отдохнул в госпитале, теперь снова можно за дело. На переднем крае душе легче, чем в тылу. С наступлением ночи лыжную роту перебросили в соседнюю деревушку, раскинувшуюся слева от нас, в двух километрах, а мы остались на месте. Командир роты приказал мне перебраться в сарадь и установить пулемет на чердаке. Оттуда был лучший обзор. На чердак мы забрались ночью. Олег взял с собой две коробки с шестью пулеметными дисками, наполнил патронами добрую половину своего новенького вещмешка. Нелегкое дело коротать ночь на холодном чердаке. Мне это уже было знакомо, а Соловьенчуков еще нет. Ночь прошла спокойно. Немцы не появились, но как только стало светать, из леса вышла группа гитлеровцев. Они двигались быстро, не стреляли. Первым открыл огонь я. Олег едва успевал набивать диски и подавать их мне. Место мы выбрали очень удачно, и я без остановки вел прицельный огонь. Однако фашистцы засекли наш пулемет и начали стрелять из пушки. Недолет, перелет. Третий снаряд угодил в основание торцевой стены деревянного сарая, и она обрушилась. Вместе со стеной вниз полетели мы со Соловьенчуком. Большой осколок попал Олегу в грудь, и он тут же скончался. Тогда в первом бою Олег пробыл на переднем крае всего один день и был ранен. А теперь вот бой только начался, его уже не стало. Меня осколком тяжело ранило в левую руку. Кроме того, падая с пулеметами, я очень сильно ударил левой рукой о бревна стены. Услышал какой-то хруст в локте и ощутил ужасную боль. Она была такой сильной, что даже на большом морозе у меня на лбу выступал холодный пот. Позже в Сорновском военном госпитале врач сказал мне «Сложная штука, ранение, да еще и внутрисуставный перелом в локтевой части». Нас подобрали санитары. Олега похоронили, а меня отправили в госпиталь. Было это 16 февраля 1942 года. После излечения был зачислен в гвардейский минометный полк. Принимал участие в боях на Дону, под Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии. В Победном 1945 году мне довелось побывать в отпуске в родной Головковке. На улице села я увидел подбитые вражеские пушки, окрашенные в желтый песочный цвет. Они были переброшены сюда из Африки, где прежде действовал фашистский экспедиционный корпус. На полях в лощинах Балка стояли с опущенными стволами тигры и пантеры, вырубленные сады, пустые животноводческие помещения. Я встретил нескольких своих ровесников, вернувшихся с войны с тяжелыми отметинами. А многих в семьях хранили синие бумажки, похоронки. Мне ничего не было известно о судьбе Гавриила Шевченко. Я писал ему из госпиталя, но ответа не получил. Отец и мать Гаврилка умерли, так и не дождавшись весточки от младшего сына. По-прежнему ждали его два старших брата фронтовика, Михаил и Тимофей, да сестра Дуня. А какова же судьба Степана Донца? В конце 1943 года он был третий раз ранен. К этому времени наше село Головковка уже было освобождено от врага. И Степану после выздоровления разрешили навидаться домой, повидаться с матерью и любимой девушкой Наташей. Однако Наташу он не встретил, гитлеровцы угнали ее на каторжные работы в Германию. Об этом я узнал из его писем, которыми мы регулярно обменивались в 1944 году. А потом писем не стало. Написал в Головковку его матери. Она сообщила о том, что у ей от Степана нет весточек. Я навестил мать Степана Донца. Ее было трудно узнать, так она сильно постарела за эти 4 года. В глазах печаль, худое в густых морщинах лицо. Она сказала, что Степан погиб. Друзья, следующий выпуск будет очень интересный. На название вы внимания особо не обращайте, потому как оно будет довольно неприметное. Просто его посмотрите. Рассказываться в нем будет о эффективности советской артиллерии и авиации на заключительном этапе войны. Когда в результате артиллерийского и авианалета фактически была полностью уничтожена крупная немецкая группировка в небольшом городе Фишхаузен. Вдвойне это будет интересно, потому как источник данного материала находился в эпицентре событий и при этом умудрился каким-то чудом еще и выжить. Ну и в конце выпуска я хотел бы в очередной раз поблагодарить всех тех людей, кто оказывает помощь каналу и выразить им свою признательность и благодарность. Друзья, спасибо за помощь. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!